Новостройки вместо парка. Вековые сосны НРТИ собираются вырубить. Вместо них хотят возвести жилой комплекс. Об этом горожане сегодня узнали из объявлений, появившихся в лесу. Активисты призывают местных жителей выступить против вырубки зеленой зоны ради элитного жилья. Парк, который сейчас считается частной территорией, можно взять под охрану. Как это сделать, выясняла Анжела Брик. Единственная зеленая точка, ну неужели нельзя оставить? На каждом из этих деревьев невидимая черная метка и объявление с призывом защитить от вырубки парк РТИ. Вековые сосны скоро могут пустить под пилу. Вместо них здесь, по слухам, должны вырасти три высотки – элитные апартаменты. Владимир Евгеньевич помнит, как еще мальчишкой после войны бегал в этот лес на окраине города собирать грибы. Сегодня гуляет здесь с внуками и недоумевает, как можно уничтожить общественный парк. Вырубать-то не надо, конечно, зелень, как? Но это стало возможным, потому что парк уже давно не принадлежит горожанам. В начале 2000-х министерство по управлению госимуществом бесплатно передало его в частные руки. Спустя годы собственник решил извлечь из участка пользу и деньги, ведь на сосновом бару их не заработаешь. Проект застройки парковой зоны владелец уже направил в администрацию Екатеринбурга. По нему стадион «Южный» перенесут на новое место – туда, где сейчас лес. А вместо старых кортов и деревьев появятся 23-этажные доходные дома с подземным паркингом. Якобы это будет гостиница для спортсменов. Городские чиновники и местные жители от такой перспективы в ужасе. Территория сегодняшнего, бывшего стадиона РТИ, она растет и живет как территория паркового общественного назначения в целях улучшения жизни наших горожан. Вытеснение элементами иной застройки – это будет ухудшать их качество жизни, а следовательно создавать проблемы ненужных объектов в территориях парков. Единственный способ защитить лес от вырубки, говорят в мэрии, провести публичное слушание. На них горожане могут проголосовать за то, чтобы вся территория парка перешла в категорию земель общего пользования. Такие можно использовать только под озеленение. А значит, собственнику придется отказаться от своих планов. И мы его пытаемся защитить градостроительным инструментарием от застройки, чтобы этот зеленый уголок сохранить для жителей микрорайонов ботаников Торчермет. Он может строить только то, что предусмотрено генеральным планом, градостроительными документами, градостроительной документацией. Публичные слушания назначены на 11 декабря. Они пройдут в здании мэрии. Жители микрорайона настроены решительно. Пойду. И не только я пойду. Вот мы ходим тут. Буду логичировать. Пусть ходят, идут. Если им этот парк нужен. Тем временем защитить парк от посягательств чиновники пытаются через суд. Уже полгода арбитраж рассматривает это темное дело. Решение пока не вынесено. Анжела Брик, Влад Калупаев. Новости 41 канала.